Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне. Финал Эм... Ну... Вы реально думали, что это трейлер Бравл Старс в реальной жизни 4? К сожалению, нет. Но всё же сегодня я расскажу вам, что будет дальше со скетчами на этом канале. И обсудим некоторые недоделки во всех трёх частях. Лайк, подписка и поехали. Итак, начнём со второй части, а потом перейдём к третьей. Первой обсуждать не будем, так как это шедевр и там недоработок почти что нету. Напоминаю, что второй фильм начался после битвы с Броком, которую мы вырезали, так как мы, во-первых, не могли её хорошо изобразить, но, во-вторых, хотели сохранить тайну, потому что хотели, чтобы зрители думали о том, что кто-то из героев мог пострадать. В общем, вот. У многих, возможно, был вопрос, откуда бы взялись ниндзя в доме. Вот объяснение. Когда из телефона выбрался Рика, он сразу сообщил Нане об адресе типичного кольта. И когда Нане узнала о смерти Рика, она сразу телепортировала в дом своих приспешников, чтобы они устроили героям засаду. А Брок как раз и загнал их домой. Как и произошло. Да, во второй части есть такая проблема. Этот фильм не совсем напоминает именно игру Бравл Старс. И единственные вещи, в которых можно что-то найти, это Нане, типичный кольт и игровой автомат. И, в общем-то, всё. Но, к сожалению, по-другому сделать это было невозможно. Мы хотели, чтобы в ней было немного больше экшена, чем в предыдущей. И у нас получилось это сделать. Особенно в финале. Помните эту битву? Она была шикарной. Но, приглядитесь. Пересмотрите её в замедленной съёмке. Вы сможете увидеть, что большая часть ударов проходит по воздуху. Из-за чего битва не ощущается живой. Но всё же, битва была эпичной. А в конце, я более чем уверен, выпустили слезу, когда умер типичный кольт. Хоть эта слеза была глубоко в душе. А вам интересно, почему по сюжету мы решили, что типичный кольт всё же должен умереть. Дело в том, что мы планировали сделать вторую часть последней. Но я спалил лицо типичного кольта в неудачных кадрах первой части. Из-за чего мы решили убить этого персонажа. И мы собирались уже забыть Бравл Старс в реальной жизни. И придумывать что-то новое. Ведь типичный кольт уже вроде как уходил с ютуба. А суть плана злодеев заключалась в том, чтобы украсть канал. Но наш любимый ТК всё-таки возвращается на ютуб. И мы решили сделать третью часть. Ведь если бы мы её не сделали, у вас осталось бы ещё очень много вопросов по поводу будущего остальных персонажей. А вы ждали третью часть. Поэтому мы всё-таки сделали её. Начало в третьей части происходит через день после событий первой и второй части. И вырывается очень дико, с очень давящей музыкой. Ведь главного героя мочают флэшбеки. И он считает себя виновным в смерти типичного кольта. Собственно весь сюжет завязан на поиске способа вернуть ТК. И для этого нужно идти к человеку, который собственно шарит в этом. И этим человеком является Брок. Так как он уже сталкивался с игровым автоматом. И судя по всему, он точно пришёл из игры. Ведь образ у него человеческий. Но те, кто ему нужны, приходят к нему сами. И завязывается эпичная перестрелка. А потом уже битва. И кстати, вы заметили как сильно улучшились наши постановки драк? Теперь они более живые, чем во второй части. Согласны? Но удары же не по воздуху проходят, камон. Да, у третьей части есть такая проблема. На 50% это просто мультики из моделек бравлеров. Но просто так нужно было сделать по сюжету. Да и это не сюжетная проблема. Да, в первой части тоже были бравлеры. Но их было не так уж и много. У вас явно был вопрос, почему злодей начал атаковать типичного кольта только тогда, когда он к нему повернулся? Дело в том, что типичный кольт вернулся немного раньше, чем злодей. И игровой автомат увидел его только тогда, когда он уже вернулся. Поэтому ляпа тут никакого не было. Но почему тогда типичный кольт вернулся быстрее? Спросите вы. Ну а вот ответ. Дело в том, что АТК имеет человеческий образ. Поэтому его код в игре немного другой, чем у всех остальных бравлеров. Поэтому-то он и вернулся раньше. Раньше злодей мог одолеть типичный кольт в одиночку. А тут он вынес нас двоих. Почему? У нас была сцена, которую мы вырезали. Там Бип говорил, что он получил себе пассивку. Но мы вырезали её, потому что она всё равно никому не интересна и только отнимает время. Наконец, в третьей части получился всё же очень хорошим. И без всяких намёков на продолжение. Но почему я назвал это видео трейлер четвёртой части? Кликбейт? А вот и нет. Ну вот мы и подобрались к самой сладкой части этого видео. И вот я даю ему официальный ответ. Работа над четвёртой частью... Будет при вашем желании. Да, вы всё правильно поняли. Сейчас коротко расскажу, что мы хотим сделать. У нас уже была такая идея, что мы сделаем мини-сериал из трёх сезонов. По три серии в каждом. В каждом сезоне будут разные злодеи. И в целом мы сразимся с тремя сильными боссами. Первый сезон, по сути, уже отснят. И если вы хотите продолжение целого сериала, то всё в ваших руках. Но не спешите бежать в комментарии. В них нам будет очень сложно искать количество кто проголосовал за и кто против. Поэтому через пять минут я в своём сообществе моего канала публикую пост, в котором будет голосование. Продолжать ли нам сериал? Или всё-таки не нужно хайпить на одном и том же? Поэтому через пять минут заходите в сообщество канала и давайте свой ответ. Вы можете голосовать совершенно бесплатно, никаких денег мы с вас не берём. Но знайте, даже если большее количество голосов будет за, последнее слово всё равно будет за нашей студией. Голосуйте, и итоги мы подведём через неделю. Всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok